Здравствуйте, друзья! Мы находимся вновь в гостях, в гостях у компании НМК, наших давних друзей, которые производят очень много интересного оборудования. И сегодня у нас вновь встреча с Сергеем. Сергей, привет! Добрый день, Евгений, приветствую! Здравствуйте! Ваши котлы, Сибирь КВО, одни из самых продаваемых в сети Форнакс. И я знаю, что в этом году в их конструкции прошли небольшие изменения. Хотел бы получить комментарии, как, зачем и почему вы это сделали, и что нового привнесли в конструкцию. Правильно замечено, серия КВО, которую мы производим уже давным-давно, хорошо себя зарекомендовала. Серия КВО, она теперь будет идти под закрытую систему. То есть ранее КВО Сибирь были сделаны под открытую систему, то есть ее нельзя было ставить в закрытую систему. Ее могло при определенных, скажем так, превышении порогов давления, могло ее раздуть. То есть прецедентов таких не было, что там ее разрывало, еще что-то. Печь оставалась в любом случае, котел оставался в рабочем состоянии, но менял свою, скажем так, габариты, как раздувало его немного. То есть если раньше были ограничены, по сути, наверное, самые простейшие схемы и системы отопления Ленинградской, да? То сейчас можно сделать практически все, что угодно с этим картоном. Да, запущено в серию теперь уже под высокое давление, рабочая на две атмосферы будет. Вся опрессовка осуществляется до четырех атмосфер. Ага, ну то есть вы еще и изменили схему подготовки котла к продаже. На заводе сейчас повысили давление, под которым вы его проверяете, и тем самым перестраховываетесь. Да, у нас идет двойная опрессовка. Опрессовка осуществляется водой. Первая опрессовка осуществляется на момент готовности самого изделия. И после того, как уже изделие покрашено, готово к упаковке, его еще раз ставят на опрессовку. То есть двойная опрессовка до четырех атмосфер. Ну, скажем так, за годы продаж, в случае того, что котел протекает, ну это прям единичные случаи. На ваш взгляд, в чем вообще секрет успеха этого котла? Секрет успеха, я так думаю, это его простота. Приготовить пищу и натопить. То есть сверху также устанавливается стальная плита, которая дает дополнительный обогрев помещения. Ну и проще некуда, то есть положить дрова, насыпать уголь и растопить. Котел на самом деле, еще помимо его простоты, он эффективен. То есть эффективен именно в теплоотдаче. То есть поднять температуру в системе, быстро нагнать и так далее. Почему котел еще этот берут? Его можно поставить в старую систему дымохода. То есть убрали старую печку, сохранив систему дымохода, кирпичную кладку, там трехходовку. Он просто устанавливается туда и эффективно именно отдает в этом плане. То есть по сути это сохранение бюджета. То есть не менять не всю систему, систему обвязки, отопления, систему дымохода, а именно заменить только сам котел. Плюс еще, знаю практически по личному опыту, к нам в магазин приходили люди, которые высвобождали просто большое место у себя в доме, убирали старую печь, которую либо нужно было уже ремонтировать, что явно было бы дороже, чем купить новый котел. И оставляли дымоход и устанавливали на место печи новый красивый котел, который работал еще больше и более эффективнее, чем старая печь, которая, собственно, уже требовала большого внимания. Да, согласен. Как показывает практика, выбирая котел, допустим, в магазине, да, вот на витрине, он смотрится немножко по-другому, нежели когда вы его устанавливаете уже непосредственно в помещение. Просто, ну скажу из опыта, видел много вариаций установки именно котла «Сибирь». Скажем так, и у родственников много стоит. Котел компактен. Он компактен в своих размерах, но намного эффективнее то, что было раньше. Ну, давайте вернемся к конструктиву. Сейчас в торговых точках можно встретить как старую версию котла, так и новую. И причем для тех, кому действительно необходимо установить котел в систему отопления, в закрытую систему отопления. Как вот этому человеку определить, какую версию котла он покупает? Отличить их можно как? То есть, по сути, котел остался в тех же габаритных размерах. Также полимерный окрас, то есть, все его преимущества, которые у него были, они остались при нем. Но отличить его можно, подняв плиту, варочную поверхность. Мы увидим внутри такие небольшие бляшки. Вот. То есть, это провар по периметру котла идет, что позволяет ему удерживать более высокое давление. То есть, внешне на нем нигде не написано под давление, а это будет прописано в паспорте. Вот. Но если визуально человек пришел в магазин, он может просто заглянуть в котел, даже убрать просто кружки, заглянуть в котел, увидеть эти бляшки, это говорит уже о том, что котел под давлением. Можно оставить закрытую систему. А в целом это все тот же котел, все за те же небольшие деньги, и все такой же эффективный отопительный прибор. Да, замечу, что цена при этом на котел не изменилась. То есть, расходы мы взяли на себя. Хотя, ну, скажем так, работа добавилась в плане осуществления всех этих моментов. Сергей, в линейке ничего не поменялось? Так и остались? Самая младшая версия десятка? Нет, восьмерка. Восьмерка. Да, восьмерка. Самая маленькая, компактная, это восьмерка со 115 выходом. Дальше идет десятка. Со 150 выходом двенашка у нас обособленная. Либо левый дымоход, либо правый выход для удобности компоновки. 15-20 киловатт. Ну, то есть, линейка, в принципе, может перекрыть абсолютно все потребности для любых домов площадь где-то до 150 квадратов. Однозначно, да. Еще раз замечу, в предыдущих беседах я об этом уже говорил, что все котлы производства НМК, их киловаттность, это усредненная ее цифра. Ну, скажем так, 10-киловаттный котел, если его разогнать, он может легко выдать и 15 киловатт. Но для более мягкого режима эксплуатации, то есть, эти сделаны усредненные данные, что позволяет более удобно его эксплуатировать. Ну, то есть, это, по сути, номинальная мощность котла. Есть максимальная, а это будет номинальная. Ну, что ж, Сергей, я думаю, что мы получили исчерпывающую информацию по этому котлу. Ищите и спрашивайте котлы НМК Сибирь, Сибирь КВО в магазинах Форнакс. Заходите на сайт форнакс.ру. Если у вас остались вопросы, обязательно задавайте в комментариях. А если у вас есть опыт вводения этим котлом, тем более напишите нам, нам будет очень интересно, да и зрителям канала Форнаксфильм будет очень интересно, если вы поделитесь таким опытом. Ну, Сергей, спасибо. Как всегда, было приятно пообщаться, поделиться информацией. Правильно делайте, что всю информацию принимаете именно непосредственно от пользователей, передаете ее нам, задаете эти вопросы. Исходя из этого, мы стараемся сделать свое производство максимально удобным и свою продукцию максимально удобным для конечного потребителя. У вас это неплохо получается. Спасибо. Ну, а с вами мы на сегодня прощаемся. До новых встреч, друзья. Счастливо. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...